Тема урока «Углы соответственно параллельными или перпендикулярными сторонами». На этом занятии мы докажем две теоремы об углах соответственно параллельными или перпендикулярными сторонами и рассмотрим задачу на их применении. Теорема первая. Если стороны одного угла соответственно параллельны сторонам другого угла, то такие углы или равны, или в сумме составляют 180 градусов. Дано. Неразвернутые углы АОБ и МНК. И АО параллельно НМ, ОБ параллельно НК. Доказать. Либо углы АОБ и МНК равны, либо сумма углов АОБ и МНК равна 180 градусам. Рассмотрим случаи расположения углов АОБ и МНК. Доказательства для первого расположения углов. Прямая НК пересекает прямую ОА в некоторой точке С. Параллельные прямые ОБ и МНК пересечены секущей ОЦ. Поэтому угол 1 равен углу АОБ, как накрест лежащие углы при параллельных прямых ОБ и МНК и секущей ОЦ. Параллельные прямые ОА и МНК пересечены секущей НЦ. Поэтому угол 1 равен углу МНК, как накрест лежащие углы при параллельных прямых ОА и МНК и секущей НЦ. Из двух равенств получаем, что угол АОБ равен углу МНК. При втором расположении углов параллельные прямые ОБ и МНК пересечены секущей ОЦ. Поэтому угол 1 равен углу АОБ, как накрест лежащие углы при параллельных прямых ОБ и МНК и секущей ОЦ. Параллельные прямые ОА и МНК пересечены секущей НЦ. Поэтому сумма угла 1 и угла МНК равна 180 градусам, как сумма односторонних углов при параллельных прямых ОА и НМ и секущей НЦ. Из двух равенств получаем, что угол АОБ плюс угол МНК равняется 180 градусов. Теорема доказана. Рассмотрим следующее утверждение. Теорема вторая. Если стороны одного угла соответственно перпендикулярны сторонам другого угла, то такие углы или равны, или в сумме составляют 180 градусов. Дано неразвернутые углы АОБ и А1О1В1. Луч ОА перпендикулярен лучу О1А1. Луч ОБ перпендикулярен лучу О1В1. Доказать. Либо углы АОБ и А1О1В1 равны, либо сумма углов АОБ и А1О1В1 равна 180 градусам. Доказательство. Здесь необходимо рассмотреть несколько случаев. Если угол АОБ прямой, то и угол А1О1В1 тоже прямой. Поэтому эти углы равны и в сумме составляют 180 градусов. Остаются варианты, когда угол АОБ меньше 90 градусов и когда угол АОБ больше 90 градусов. Рассмотрим подробнее первый случай. Проведем луч ОЦ так, чтобы прямые ОА и ОЦ были взаимно перпендикулярными, а точки В и С лежали по разной стороны от прямой ОА. Теперь проведем луч ОД так, чтобы прямые ОБ и ОД были взаимно перпендикулярными, а точки С и Д лежали по одну сторону от прямой ОА. Так как угол АОБ равен 90 градусов минус угол АОД и угол СОД равен 90 градусов минус угол АОД по построению, то из этих двух равенств следует, что угол АОБ равен углу СОД. Используя утверждение о том, что две прямые перпендикулярные одной и той же прямой параллельны, можно прийти к выводу, что стороны угла СОД соответственно параллельны сторонам угла А1О1Б1. Поэтому либо угол СОД равен углу А1О1Б1, либо сумма углов СОД и А1О1Б1 равна 180 градусам. Следовательно, либо углы АОБ и А1О1Б1 равны, либо сумма этих углов равна 180 градусам. Второй случай. Когда угол АОБ больше 90 градусов, докажите самостоятельно. Задача. Прямые, содержащие высоты АА1 и ББ1 треугольника АВС пересекаются в точке H. Угол В тупой. Угол С равен 20 градусов. Найдите угол АХБ. Решение. Так как треугольник тупоугольный, угол В тупой, то высоты АА1 и ББ1 треугольника АВС пересекутся в точке H за пределами треугольника. Рассмотрим углы АХБ1 и АЦА1. Стороны угла АХБ1 соответственно перпендикулярны сторонам угла АЦА1. А по ранее доказанной теореме такие углы равны. Значит, угол АХБ 20 градусов. Итак, на этом занятии мы доказали две теоремы об углах с соответственно параллельными или перпендикулярными сторонами. И решили задачу по этой теме. Редактор субтитров А.Семкин